Девушки отдыхают 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 Я буду ехать тебе. Помоги, научи. А для нас это не проблема. Золотая шеф-краина. Знавец Схидной кухни Микаэль Орьян с целым оберемком смачающих идей уже поспешает на допомогу. Да, работаю. Это для тебя. Лише за два дня вы перетворите звичайные баклажаны на найсмачнейшую в мире. Пряную бутербродную пасту с сходным акцентом баба гануш. Мне очень нравится. Гориховая скрава та баклажанно-сытная камканская сацию. Рулетики с несподеванной начинкой. И даже сладко-пряный с тягучей серединкой баклажановый торт. Это просто нереально. А еще баклажаны в карамели. в сырном кляре по-японски и в грецкой интерпретации. А на первом месте страва, рецепт, который родина Михаэля Арояна пронесла через несколько поколений. Копайте баклажаны и просто сейчас вперед до вкусных открытий. Привет, Жень! Где наша Надюша? Что ты с ней сделала? Я вместо Нади сьогодні буду. Перестань, слушай, не приколуйся, Клопотенка. Есть такая ситуация, что она застряла в аэропорте, понимаешь? Она мне звернение прислала, подивимось, и потом все, понимаете сами. Жень, привет. Слушайте, так и сталося. Через одну году затримали летак, и я взагалі не стигаю на встречу. А до меня ж має прийти сьогодні Михаэля Ароян и Леночка Мельник. Слухай, рятуй меня, будь ласка. Памятаешь, ты казав, что ведущей будет простейше простого? Нема чего делать и вообще. Сьогодні в тебе есть шанс довести, что это так в тебе выйдет. Слухай, побудь за меня ведущим. Добре? Дякую. Ты впораешься, я впевнена в этом. Па-па. Так и правда. А как же мы без Нади? Что все, отмена? А что ты смеешься? Это не смешно. Да прикольно будет, слышишь. Потому что быть ведущим не имеет никаких проблем. Я буду вести, просто разговаривать. Ла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я всегда знал, что для Нади это не работа, а это просто поговорить. Знаешь? Женя, а что ты так медленно режешь? Устал, что ли, по лесу бегать? Ну, ты знаешь, это тебе не быть ведущей, это тебе не просто стоять и говорить. Это по лесу бегать, я много чего сделал, понимаешь? Да, Женечка, это тебе только так кажется, что на моем месте легко. Ой, да я вижу, что это не тяжело абсолютно. Добре там, где нас нема. Это точно. Ну, ничего. Жизнь тебе подбросит сюрприз. Ой, ладно. Подбросит, подбросит. Все, хватит, хватит. Я с этим справлюсь на раз-два, вот так раз-два-три, ничего. А ты слышишь? Он как на украинской мове разговаривает. Да, украинскую мову разговариваешь? Да все, как Надя. Надя разговаривает украинскую мову, и я буду разговаривать украинскую мову. Мне кажется, только на дороге того, чтобы поржать с него, да? Согласимся? Ну, дадим ему шанс. Давайте не будем вытрачать наш час. Доброго ранку, мои хорошие. Михоленочка. Я очень рад вас тут видеть. Привет. Давай вот так вот. А вот же у нас есть сегодня проблема у Лены. Лена не знает, как готовить баклажаны. Ты не переймайся, потому что у Михо есть десять невероятных рецептов с баклажанами. И до того ж у вас есть я. Я также эксперт с баклажанами. Михо, не только ты, я тоже умею готовить, знаешь? Михо, тебе хана, мне кажется, потому что он будет тебе мешать. Жень, жду не дождусь твоих подсказок. Я тебе буду все рассказать, и я думаю, у нас будет все супер. Мы справимся с твоей проблемой, я обещаю. Сегодня после нашей встречи так вам понравятся баклажаны, что вы навсегда забудете про баклажанов икры. А все потому, что баклажаны превосходно сочетаются с самыми разными продуктами. Пока мне столько хвалитесь, хвалитесь. А что, собственно, давайте начинать. Лена, чекай. Ну, это тебе, бабуля, заваляя баклажанами, а много людей их купуют на рынке. Это нормально. И нужно знать их правильно выбирать. Поэтому сейчас я этими секретами поделюсь, потому что Надя мне продиктовала все, и я записал. Потому что, проший баклажан – это овощ с пружиной, как у меня шкирую. Без морщик и гнилих плямок. Если шкурка заморщена, значит баклажан уже засох. Або его уже давно разрезали. Таких баклажанов все, что вы приготовите, будет не смачно. А еще, если вы берете баклажан, обязательно посмотрите на плодонежку. Она тоже не должна быть поджмакана, такая, как у гарбуза. Это означает, что баклажан перезрелый. У хорошего баклажана плодонежка должна быть пружиной и зеленой. Отлично. Ну что, сколько можно говорить? Давайте уже начнем готовить. На десятом месте у нас самая простая закуска. Это можно сделать, когда у нас гости на пороге. Это блюдо называется баба-гануш. Баба-гануш? Да. Из арабских стран пришла эта закуска к нам. И достаточно пряная, слегка кислинка. Так, для этого нам понадобятся баклажаны, чеснок, зира, лимон, красный перец чили, растительное масло, мята, кинза, тахиновая паста, красная сладкая паприка, сухой базилик и соль. Женя, включи духовку, пожалуйста, на сто восемьдесят градусов. Женечка. А ты пока можешь принести баклажанов. Ну что, получишь? Что, не можешь включить духовочку? Нет, все можно. Не получается. Ай-яй-яй. Просто... А я кто-то... Просто давайте тут якийсь ключик. Можно спасти его. Ключик открою. На какую температуру? Сто восемьдесят? Да. Для этого рецепта нам понадобится шестьсот граммов запеченных баклажанов. А еще для одного рецепта у нас понадобится пятьсот граммов. Мы запечем вместе. Так, берем противень. Берем фольгу. Берем растительное масло. Берем маленькую мисочку. Фольгу. Вот фольга, успокойся. Да. Смазываем каждый баклажан растительным маслом. И заворачиваем. Каждое окремо? А вот так треба. И просто запекаем наши баклажаны. Женя хочет ребеночка. Жень, ты бы вопросы задавал нашу гостю сегодня. Сколько ты килограмм косметики використала за все свое життя? Вот, мабуть, килограмм двадцять-тридцять, сорок-пятьдесят, расскажи. Нормальный вопрос, да? Надюша вообще-то обычно спрашивает о семье. Килограмм косметики сколько? Треба ответить на мои вопросы, понимаешь? На телеканале СТВ работаю уже девять лет. Год килограммчика три так. Ого! Двадцать сім килограмм косметики? Прикинь, сколько шикатурки, да? Так, Женя, у нас духовка разогрелась. Я думаю... Все, можешь отправлять наши баклажаны. Баклажаны у нас будут запекаться буквально тридцать минут при ста восьмидесяти градусах. Так это треба пів години чекати? Наша кухня, тем более найденная кухня, ты сам знаешь, что время прилетает очень быстро. Точно! Для нас час пролетит непомітно. Так, тридцать минут прошло, и они у нас готовы, но мы еще не спешим доставать их из духовки. Мы сейчас сделаем так, чтобы у нас горечь, все то, что имелся в этом баклажане, остался на шкурках. Для этого мы берем мисочку побольше, наливаем сюда воду. Женя, а ты подай пока две столовые ложки соли. Размешивай, Леночка. Ты можешь доставать уже баклажаны. Надя робит так завжди. И такая, на гордо. Что мы делаем? И пускаем в холодную воду. Горечь сейчас из баклажанов уйдет, и при этом баклажан у нас возьмет соли сколько же, сколько ему нужно. А ты сейчас чистишь уже? Да, я их чистишь. Прямо водит. Женя, ты пока много разговариваешь, лучше почистить чеснок трезубчик. Я как Надя рублю. Доброе. Надя вообще-то разговаривает навсегда по делу. Надя разговаривает по делу. Серьезно. Три баклажана мы почистили, два баклажана мы убираем на задний стол. Так, я уже все сделаю. На другую блюду. Женя, отправляй чеснок в измельчитель. Добавь туда же чесноку четыре веточки мяты. Добавь туда, пожалуйста, еще кинзу. Кинзу нарубай просто. Решка, нам нужно перчик очистить от семян. Порез просто на несколько частей. А Женя будет сейчас нам измельчать все то, что мы клали в блендер. Возьми, Женя. Женя, достаточно. Так, теперь туда. Подивись. Добавляем баклажаны. Кладоножку мы держали, чтобы удобно было чистить. Да? Угу. Теперь мы его вот так срезаем. Срезаем. Такими кубиками. Теперь ложи туда. Давай, я нас супер. Женя, а ты взбивай. Нарезай баклажаны дальше. Посмотрим, что у нас получился там. О, я думаю, чудесно. Ну все, можем вкусоваться, да? Еще ничего не пробуем. Кладем это все в мисочку. Вот сюда? Да. Берем ложку. Тремай. Женя, а ты возьми лимон. Видави из него одну столовую ложку лимонного сока. Леночка, пока Женя выдавливает сок, мы с тобой добавим специи. Давай. Берешь пол чайной ложки зиры. Давай. Высыпаешь ладошку. Закрывай второй ладошкой. Помнишь действие? И три. Действие. Три. Все потихоньку туда высыпай. Дело в том, что зира, даже протертая, раскрывает больше свои ароматы. Берем чайную ложечку соли. И сюда же добавляем одну столовую ложку тахиновой пасты. Я его как раз с собой принес. О-о-о-о. Как оно пахнет вкусно. Потому что это кожутная паста. Да, сцепляные ароматы. И будет у нас паста такая, ну, кремобразная. Лена, скажи, пожалуйста, а вот лимон, он полезен для рук? Или это не очень хорошо? Если я хочу, чтобы мои руки были нижние, женские руки. Я, конечно, не хочу себе женских рук, но у меня сегодня такая роль, что я хочу себе женские руки. Да ладно, не надо рассказывать. Я в гримерке постоянно спрашиваю у меня, советики. Лимон, это хорошо, если, например, он хорошо отбеливает. Так, Леночка, ты говори и делай. Теперь это все перемешиваем. Он хорошо отбеливает. То есть, например, если у нас после лета появились какие-то пигментные пятна, либо мы очень много на огороде проводили времени, да, немножко пигментация кожи меняется, а вот лимон хорошо отбеливает. Теперь мы берем маленькую мисочку, добавляем две столовые ложки вот так приблизительно, обычное подсолнечное масло, туда же буквально щепоточку красную сладкую паприку и щепотку базилика. Вот этот соус берем сейчас в чайную ложку и поливаем сверху как ароматизатор. Баба Ганош всегда на Востоке кушает с пятой. У тебя есть лаваш? Лаваш есть, я в слайпе готова. Молодец. Берем вот такую ложечку, кладем на лаваш, заворачиваем. Ммм, как вкусно, шикарная закуска. Вообще не похоже на бабулину икру. Классичная баклажанная икра, она ведь поручь не валялась. А самое главное, что никакой горечи нет. Душностичный такой баклажановый смак. Это такой идеальный вариант, когда компания приходит, да, мы вот ставим такую красивую мисочку, даем и всем вкусно. Кстати, а ведь правда, в принципе, здесь немного калорий. Здесь никаких калорий нет, это просто печеные овощи. Для нас девочек? Для нас девочек это супер. Мне очень нравится. Все равно не налегайте, потому что еще у нас впереди ожидает много вкусных блюд. Я хочу, я хочу. Теперь настало время сладенького. Сладенького? Да. Ты что, прикалуйся, сладкое с баклажанами. И сегодня, учись готовить чудо сладких баклажанов, нам будет моя землячка. Замечательная девочка, хорошая хозяйка, победительница мастер-шефа. Асмик! Асмик господин. Да! Асмик сейчас приготовит о баклажане карамели по-арабски. Что? Давай смотри. Здравствуй, Михо, Женя, Лена. Рада вас видеть. Привет! Привет, Асмик! Сегодня я вам расскажу, как готовить баклажаны с пряной гвоздиках имбирем по-арабски, в нежной, сочной карамели. Асмик, джан, иранг чен хаватун воркарасет карамели баклажаны саркет. Саркетов наен. Саркетов, да, да. А разговляюте по-арабски. Михо джан, инчаныш анакумен чен хаватун. Это же мой семейный рецепт баклажанов. Готовы записывать? Для баклажанов карамели по-арабски возьмите баклажаны, сахар, лимон, имбирь, гвоздику, палочку корицы, воду. Я беру кастрюлю. Мы наливаем 1 литр воды для сиропа. В кастрюлю берем побольше с расчетом того, что потом туда нам нужно выложить баклажаны и, конечно же, добавить сахар. Засыпаем сахаром. Нам нужно полкилограмма. И доводим до кипения. Тем временем я подготовлю пряности. Цедру одного лимона натираем на мелкой терочке. В кастрюле, которая у нас стоит на плите, выдавливаем 2 столовые ложки лимонного сока. Берем имбирь, чайной ложечкой ее очищаем и натираем на терочке. Нам понадобится где-то кусочек в 5 сантиметров. Имбирь даст очень красивый пряный аромат и при этом откроет легкую горечь лимонной цедры. Натираем на мелкой терочке имбирь. Наш сироп закипел. Пора в него класть специи. Палочка корицы. 5 бутончиков гвоздики. Цедра тертая и имбирь. Сироп варим 5 минут для того, чтобы он успел насытиться пряностями. А тем временем будем готовить баклажаны. Чтобы баклажаны хорошо впитали в себя сироп, каждый овощ прокалываем зубочисточкой, несколько дырочек делаем. Достаточно будет буквально 10-12 дырочек. И берем нож, срезаем баклажан пополам, не доходя до плодоножки сантиметров полтора, для того, чтобы баклажан не развалился во время готовки. Сироп у нас уже прокипел 5 минут. Я думаю, он достаточно насытился ароматами наших пряностей. Можем баклажаны окунать в сироп. Баклажаны варим на слабом огне 1 час. И каждые 10 минут мы их переворачиваем для того, чтобы через наши маленькие дырочки сироп впитался в баклажан, и баклажан отлично карамелизировался. Час прошел. Сироп стал коричневого цвета и такой нежной, нежной тягучей консистенции. Баклажаны у нас уже готовы. Они уже мягкие, нежные и такие карамельные. Их можно уже попробовать. Ихний вкус идеально будет сочетаться с мороженым. Чтобы было легче закатать шарики мороженого, окунем ложку наших горячих сиропов. Баклажаны нереальные. Они настолько сочные. Это карамель такая пряная, тянучая во рту, аж до слез везти. А сочетание карамельного баклажана, пряной гвоздики очень хорошо чувствуется. И вот этой вот сливочности мороженого мои вкусовые рецепторы сейчас прямо чувствуют, как вы мне завидуете. Боже, как это вкусно звучит, правда? Дуже гарно. Почется попробовать. Ну как вам мой рецептик? Цикавая еда я тоже, дуже цикавая еда. Обалдеть. Не, ну то, что можно сладкое приготовить, это нереально. Да, очень вкусно. Я обязательно приготовлю эмочки, потому что эму накормить баклажанами невозможно. А с этими? Да. А вот так точно съест. Любой ребенок ведется. Вот правда. Вот для детей, мне кажется, это идеально. Но надо не знать, что это баклажаны. Да. Рада, что вам понравилось. А мне уже пора бежать, потому что я слышу, как мои домашние уже ставят чай и готовятся впереди чаепитие. А баклажаны по-арабски с карамелью. Что еще нужно для чаепития? Все, спасибо тебе. Все, спасибо. Красота нашла. До свидания. Пока-пока. Пока-пока. И сейчас наше большое азиатское путешествие продолжается. И мы чуть-чуть сейчас подумаем. Куда? Куда? В Японию. В Японию? Суши из баклажан. Баклажан? Следующее блюдо с баклажаном называется мабунасу. Мабунасу? Да. Мабунасу? Это китайский. И его научит нам готовить наш японский эксперт. О-о-о-о. Я догадываюсь. Женю, Михо, Олено, добрий день. Коньячева, Юши, привет. Коньячева. Сегодня я расскажу вам, как приготовить гостренькую закуску, которая порадует любого гостя. Ее можно подавить как самостоятельную страву, а можно как дополнение к пасте, рису, картофель или мясу. Это вогненно-гострые, соковые баклажаны мабунасу. Что скажете? Поехали. Для баклажанів мабунасу візьміть баклажан, болгарский перец, соняшниковую олію, кунжутную олію, свинячу корейку, корень імбиру, часник, зелену цибулю, кинзу, перец чилі, воду, мелену гвоздику, мелену корицу, фенхель, соевый соус, винный оцет, консервовану червону квасолю, крохмаль, и томатный сик. Начинаем. Я беру один баклажан и разрезаю его вдовж на четыре частини. Теперь каждую часть режу на большие шматки, где-то 4-5 сантиметров. Нарезанный баклажан нужно избавить от гіркоти. Для этого я налью миску воду, а шматки баклажана перекладу на сито. Опускаю, вода має покрити повністю всі шматки, и оставлю на пять минут. Далее ставлю на плиту глибоку каструлю на три литри и наливаю склянку олії. Это 250 мл. Ей нужно хорошо прогрити. За этот час приготовим гострий соус хойсин, который часто используют как приправу для многих схидных трав. Отправляю в чашу блендера три столовых ложки консервованої у власному суху червоной квасоли. Это приблизно 100 грамм. Теперь беремо 5 сантиметров коренью імбиру. Чистимо, розчаблюємо його лезом ножа. Рис! Подрібнюємо. И перекладаем в блендер. Беремо один перечилі, Відрізаємо половину. Видаляємо насиння. Трохи подрібнюємо ножем і теж у блендера. Другу половину відкладемо в бік, вона нам ще знадобиться. А до інших інгредієнтів додаємо також пів чайної ложки насіння пенхелю, третину чайної ложки меленої кориці, половину чайної ложки меленої гвоздики, дві столових ложки винного оцту та чотири столових ложки томатного соку. Перебиваємо все в однорідну масу. Соус готовий. Поки відставимо його в бік. А тим часом я підготую два болгарських перці. Один червоний і один жовтий. Чекайте, баклажани вже можемо дістати з води. Я перекладаю їх на тарілку з паперовими рушниками, щоб забрати зайву вологу. Тепер перевірю, чи достатньо нагрілась олія. Треба ось так капнути в неї трохи води. Якщо почала шипіти, можемо вже смажити. Щоб не опитись обризками олії, беру собі щит із кришки кастролі. Схоже, я на самураї. І вам раджу так робити. Обережно опускаю в киплячу олії баклажани. Їх треба обсмажити одну хвилину. Шкірка і м'якоть верхніх шарів шматочка баклажани мають змінити колір і злегка пом'якшити. Ой, ледь не забув про перець. Розрізаю кожну перчину вздовж на опіл, видаляю націнне та плодоніжку. Мені знадобиться тільки пополовинці того та іншого перцю. Нарізаю їх крупними квадратами зі стороною приблизно чотири сантиметри. Баклажани обсмажились, вони злегка потемніли і пом'якшили. Перекладаю їх на тарілку з паперовим рушником, щоб віддали зайвий жир. Тепер в олію кладу перець. Всього на 15 секунд, лише щоб прогріти шматочки овочів, аби вони залишалися хрумкими. Все, вже час їх діставати. Теж викладаю на тарілку з паперовими рушниками і вимикаю вогонь. Продовжуємо. Я беру 100 грамів сванячої корейки. Дрібно рубаю м'ясо ножем. Нам потрібен рубаний фарш. Фарш готовий. Нехай поки постоїть. А мені треба поставити на плиту сковорідку і розігріти одну столову ложку кунжутної олії. Поки вона розігрівається, я очищую 5 сантиметрів корінню імбиру і натираю його на дрібній терці. Також беру один зубчик часнику, очищую і подрібнюю ножем. Імбир і часник відправляю на сковорідку. Обсмажує рівно одну хвилину. А за цей час швидко подрібнюю одне стебло зеленої цибулі і теж відправляю на сковорідку. А тепер піддамо вогник у нашій страві. Я беру половинку перцю чилі, який відкладав раніше, прибираю насіння і перетинки, ріжу дуже дрібним кубиком і теж кладу на сковорідку. Все разом обсмажую, помішуючи, хвилину, а тепер додаю фарш зі свинини. І саме зараз слід вилити дві столових ложки соусу хойсінь, який ми приготували раніше. Перемішуємо і смажимо три хвилини. Традиційно у мабонасо додають також місопасту, але її не скрізь купиш, тому я раджу додати для смаку звичайний соєвий соус – дві столових ложки. Фарш просмажився. Тепер до нього можна додати обсмажені баклажани та булгарський перець. Усе разом витримуємо одну хвилину на сильному вогні, постійно перемішуючи. І останній штрих – мабонасо потрібно згустити. Для цього розведемо в мисуці одну чайну ложку картопляного крохмалю з двома столовими ложками холодної води. Знімаємо свинину з овочами з вогню, вливаємо крохмаль. Важливо вводити у страву крохмаль саме так, коли сковорідка не на вогні, тоді він не візьметься грудочками. Тепер повертаємо сковорідку на вогонь і готуємо страву ще одну хвилину до загуснення. А я тим часом потрібню три гілочки кінзи. Ну от, перекладаю мабонасо і посипаю кінзою. Баклажан соковитий, м'який, з приємним терпким смаком. Свинина теж дуже м'яка, а соус-соус – це просто смакота. А як вам мій рецепт? Я взагалі не розумію, як це можна. Йоші завжди вмію здивуватися, завжди. Йоші, дякую огромне! Це невероятно! Пока! Дякую! Японці знають це на закусках. Мені завжди здавалося, що Йоші – це найкращий японський кулінар, тому що він завжди щось зробить і я так… Да як це можна було з баклажан зробити? Ну як це можна було? Ми ще далі будемо удивляється, Леночка, тебе. Цей десерт, кстати, не подаєт лучших кондитерських миру чому-то по якому глупому недоразумению. Ти сказав десерт? Десерт. Ура! Я так хочу сладенького! Коли я його попробував, я влюбився його по уші. Ми приготовили нежні сладкі баклажан, пропитано апельсиново-пряній заправки. А внутри, кроме чернослива і шоколаду, буде мятно-ореховая начинка. Я вже дуже хочеться скуштувати. Це буде мове блюдо, я готова. Давайте, я готова работать. Для сладких баклажанових рулетиков с черносливом возьмите баклажан, апельсин, лимон, коньяк, сахар, эстрагон, мяту, грецкие орехи, чернослив без косточки, черный шоколад, сливочное масло, перец чили и мед. Женя, включай духовку на 185 градусов, а ми с Ленкой... Леночка, тогда ми с тобой сейчас подготовим баклажаны. Давай, давай, беру. Бери один баклажан. Апельсинчики сразу брать? Можешь сразу взять, оно нам скоро пригодятся. Два апельсина можеш дать Жене. Берем острый нож. Острый нож. Срезаем плодоножку полностью, Леночки. И нарезаем слайсами. Тольщиной 3-4 миллиметра в длину. Можешь? Блин. Жень, а ты тем временем возьми, пожалуйста, противень и встели его пергаментом. Выкладываем теперь слайсы на пергамент. Просто как захочу? Да, да. И отправляем в духовку буквально на 5 минут. А чему на 5, мне кажется, что больше? За это время слайсы станут мягкими и послушенными. И мы можем свернуть с них рулетик. Сейчас будем готовить с тобой апельсиновый соус. Давай. Солодкий. Нам нужно выдавать сок из двух апельсинов. Обычно без высоковыжималки это получается, превращается просто питку. И сейчас я вам раскрою древний армянский секрет. Мы берем два апельсина, ставим на 30 секунд куда? В пич? Нет, в микроволонку. За это время лопнут капсулы, которые издают много сока. Слушай, я никогда такого не слышала. Клади уже. Клади. Женечка, а тем временем подготовь, пожалуйста, сотейник и небольшую пиалку. Такие будут добрые? Добрые. Супер. 30 секунд. Так. С одного апельсина ты, пожалуйста, снимай цедру. Доброе. А Лена, с другого апельсина видим сок. Как? Разрезаем пополам. Берешь вилочку и с него аккуратненько выдавливаешь полностью сок. Видишь, как много льется. Это очень хороший лайфхак. Я никогда даже не знал про это. Не слышал. Сок второго апельсина мы выдавливаем в сотейник. К соку апельсинового мы добавляем 1 столовая ложка коньяка. И кладем сюда же 120 грамм чернослив без косточки, ребята. Это приблизительно 12 штучек. Чего замочиваете чернослив? Нет, нет. Вот мы же в этом же проварим слегка на 5 минут, чтобы она просто смягчился и напитался соком апельсином и ароматом коньяка. И займемся второй час соусом. Добавляем сюда 3 столовые ложки сахара. Женечка, а ты, пожалуйста, меленько нарез 4 веточки мяты и 2 веточки эстрагола. Добавляем туда. Чернослив у нас уже прогрелся. На сок из зелени ставим сито. Туда просаживаем наш апельсиновый сок. Вот так? Да, вот так. Я думала наоборот. Ммм, это очень смачно уже. Обалденно пахнет. Мне нравится. И оставляем эту конструкцию в сторону, пускай чернослива у нас сохнет. Так, 5 минут уже прошло. Теперь нам надо достать наши слайсы. Я срублю все. Давай. Женя, только духовку не выключай, нам нужна она будет прогрета. Не проймайся и никого не выключай, это бывает. Да, да, да. Каждый слайс стал мягким. Который с него можно очень легко... Аккуратно, но горячий. Перегрузить трубочку, Женя. А солить, чтобы горечь убрать? А? Я помню. Мы этого не будем делать. Не будем? Михо, если я правильно понимаю, если мы хотим забрать горечь в бакалажане, нам нужно замочить или в солонной воде, или в кислой среде, так? Мы их залем апельсиновым соком, а кислая среда уберет горечь. Мы пока оставим его на задний стол, пусть она у нас остывает. Добре. А мы как раз закончим делать соус и начинку. Давайте же уже десерт. Жень, подготовь, пожалуйста, паровую баню. Я тебе помогу кручить. Лена, ты знаешь, какая паровая баня? Сотейник, потом туда водичку и туда мисочку. Вот. Абсолютно верно. Наливаем водичку. Это то, о чем я думаю, да? Поломай, пожалуйста, эту плитку шоколада. В паровую баню положим шоколад. А ты займись, пожалуйста, порубай мелкокубиком грецкого ореха. Буквально 100 грамм. Конечно. Подай мне, пожалуйста, чернослив мисочкой. Я его нарежу. Чернослив буквально резим на 4 части. Леншка, а пока ты стоишь, можешь порубать 2 веточки мяты. Чернослив тоже смело. Жень, отправляем мисочку с орехом. Помешай. Нам надо сюда добавить еще 30 грамм сливочного масла. Так, а еще манируем это мяко. И вот как он расплавится. Ага. Масло. И добавляем буквально столовую ложку коньяка. Достаточно. Все это хорошо. А, боже мой, как пахнет. И снимаем сотейник с огня. С ума сойти можно. Так, а теперь у нас начинается настоящее волшебство. Духой. Мы будем собирать рулетики. Вау. Жень, а ты найди, пожалуйста, у Нади стеклянную форму 20 на 20. Я знаю то, что у Нади оно есть. Ура! 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 Молодец! Нет. Цедром не смазываем слайд шоколадом. Вот так. Ну, боже мой. Мы сейчас на полном серьезе будем маклажат шоколадом мазать. Не переводь шоколад. Это так смачно. Ложу вот такую массу чернослив грецким орехом с мятом и эстрагоном на край нашего слайсика. Ну, да. Хорошо. Кладешь и дальше все. Аккуратненько это все делаем так. Сворачиваем рулетиком. И выкладываем форму. И вот так. Куда нам треба апельсиновую цедру? Подожди, торопиться не надо. Она потом пригодится. Вы делаете точно так же, то, что я показал вам делать. Доброе. Уяви, что это твоё лице. Главное, очень нежно. Готово. Отлично. Вот сюда посередине выливаем наш апельсиновый соус. Запах божественный, Михо. Давай уже кушать. Как? Когда мы будем есть? Апельсиновую цедру. А, это цедру натюрная. Так. Духовка. Я не выключаю. И теперь отправляем в духовку на 25 минут. Так. Пока у нас рулетики запекаются, мы с вами приготовим пряную, острую заправку. Я убираю шоколад на задний стол. Она чуть позже нам еще пригодится. Заправка. Заправка до рулетики. Женя, возьми треть стружка перца чили. Перец чили в десерт? Подождите. Очисти его от семян и нарежь, пожалуйста, как можно. Это будет очень вкусно. Да? Я знаю, что шоколад очень часто едят с перцем чили. Это очень вкусно. Да я не хочу, чтобы он был острым. Он не будет острым. Ты его даже не почувствуешь. Я в первом месте. Так. А если почувствую, то что? Так я его, значит, целимся. Будешь танцевать потом. Я? Так будешь же проиграть? Нет. Я чувствую. У нас такая игра. Ты еще не видел, как мы Женя танцуем. Да. Так, так, хватит все. Окей. Пообещали, вы мне станцуете. Так, берем пять листиков мяты. Вы пообещали, вы станцуете все. А, не казал. Да. И нарезаем тоже очень мелко. Берем три столовые ложки жидкого меда. Ой, обожаю. Возьмем сейчас лимон. Так. Выдываем сюда сок из половины лимона. Я очень люблю пробегу. Отправляем сюда мяту. Нарезанный перчик чили, Женя. И цедру. Вес шикарный. Считай, что заливка у нас готова. Видишь? О, смотри. Ой, как было вкусно. Так, заправка у нас готова. Рулетики у нас в духовке осталось еще 20 минут. Угу. И что мы будем делать эти 20 минут? Мне? Предложи что-то. И мы такие, кстати, а Надя, вот помнишь, как прикольно так всегда весело, интересно. Всегда так время как-то пролетает незаметно с Надюшей. Да, тут уже как-то нутимся. Я помню, Надю на колку сделал. Да? Не переживай. Я что-то тоже придумаю. О, да. Кожен кухар умеет классно владеть ножем. Это я точно знаю. Но, Михо, я впевнен в том, что ты это так уже очень хорошо делаешь. Так? Добре. Яна Будовская, можешь стати тут? Вот тут встань. Иди сюда. Вставай. Так, подожди, Жень. Ты что, с ума сошел? Стой, стой. Не бойся. Женя, что ты делаешь? Сегодня это моя кухня. Тому я делаю, что хочу. У нас тоже дивные разваги. Ты знаешь, что она может придумать. Женя, я думала, ты ко мне хорошо относишься. Оказывается, вот как ты, да? Михо. Ага. Деречка, закрой глаза. Я не буду закрывать глаза. Что происходит, мальчики? Мы профессионалы. Уверена. Мы профессионалы. Ты неправильно делаешь ножки. Вот так. Вот так. Держи. Я дуже круто все рублю. Давай. Эй. Алло. Кто звонит? Господи, спасите. Ну, как вы там? Боже. Боже. Что это вы делаете? Что это за цирк? Надя, ты почему не делаешь со мной? Ты вообще с ума. Женя. Мммм. Навище у Лени на голове яблоко? Они хотели это яблоко ножом спить. Нормально. Я бы попал. Женя не знаю. Я же сказала. Ниякую кровь на моей кухне. Женя. Да. Надя, ну просто ты не понимаешь. Я знаю, что ты завжди какие-то робила. Надя, вернись и забери его отсюда. Ну там танцевать, спевать, что-то такое. Я понимаю. Мы профессионалы. Ну танцевать. О, танцевать лучше. Спасибо. Я сказал, что ты меня спасешь. Я не умею танцевать. Со мной. Хочешь, что я тебе научу? Быстринг. Давай, ладно. Это древний армянский национальный танец. Называется кинтоны. Та-да-да-да-да-дам, тай-да-да-дам. Та-да-да-дам. СМЕХ Повесить я так? Ну-ка попробуй. Смотри. Вот, смотри-смотри, Жень, Жень, смотри. Представь себе, здесь шесть стоит. Шесть? 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 Горячий, горячий. Не-не-не, оно горячее. Горячий шесть. А ты вокруг Жени идёшь. Поехали. И надо, нагинайся, нагинайся. Повернись, повернись. Ну, почти вот так. Тем временем рулетики наши уже запеклись. Ребята, как пахнет вкусно. Боже мой, а запах, аромат, это можно с ума сойти. Так, давай уже будем окуштовать. У нас остался шоколад. Просто этот шоколад смело смазываем на блюдо. И давай, и зарыта. Оппа, до конца, да-да-да-да-да. Оппа, выкладываем рулетики аккуратненько. Так, ещё один. Отлично. Теперь между ними вот сюда. Отлично. Теперь мы это всё поливаем медовой, пряной заправочкой. Ой, как красиво, ребята. Всё, давайте куштувати. Не было баклажан. Это просто нереально. Похоже на какую-то восточную сладость, наверное, из-за того, что есть мёд и есть орехи. А баклажан вообще нет. Знаешь, схоже на пахлаву, можно вообще, можно так видеть. Теперь нам пора переходить из блюд нежных и сладких на более сытных и домашних. Переходим к блюде номер 6. И это прекрасный вариант для тех, кто хочет насладиться вкусом аппетитных, хрустящих, ароматных котлет. Котлет. Ну, забыл купить мясо. Ну, ты уже не перебарщиваешь. Они просто получатся объеденные, да. Ты просто за уши тебе не затаскивать. Для баклажановых котлет возьмите баклажаны, чеснок, лук, помидоры, белый хлеб, яйца, петрушку, укроп, манную крупу, подсожженое масло, панировочные сухари, орегано, черный молотый перец и соль. Жень, поставь чайник. Начинаем готовить фарш. Так, Женя, почисть, пожалуйста, одну луковицу. Доброе. И нарежь небольшие кубики. Доброе. Один сантиметр. Привезло, да. Доброе. А ты три зубчика чеснока почисть, пожалуйста. Хорошо. Так, а я пока возьму помидоры. На помидорах делаю крестообразные вот такие надрезы. А зачем это нужно? Мы сейчас будем бланчировать наши помидоры. То есть я хочу излечь из него шкуру. Так, в одну миску я наливаю холодную воду. Надрезанные слегка помидоры заливаем кипятком. Наши помидоры сразу же прикладываем в холодную воду. Это для того, чтобы она не потеряла форму. Доставай измельчитель. А-а-а, михо. Отправляй все это в луковицу чашу и добавь туда чеснока. Мы его просто сейчас планшируем. Вот смотри. Оп. Так. Взяли его, перевернули на тем, где было у нас надрез. Аккуратненько снимаем шкурку. Видишь? Оп. Давай я вот тоже помню. Оп. Але обережно. Возьми второй. Оно уже остыло. Не волнуйся. Зато у нас помидорчик в середине крепкое. Вау. Сок не пустил. Нарезай его на четыре части, чтобы мы его... А, неважно, как мы его в блендере. А, все. Вот так я умею нарезать. Отлично. Теперь это все. Перебиваем. Вот смотрите. Ображайте внимание. У нас образовался очень много сока. Поэтому полученный этот фарш, мы должны накинуть его на ситу. Хорошо. Берем ситу. Так. Жень. Так. А ты тем временем просто возьми, накроши 100 граммов белого хлеба. Так, что мне делать? Так, и меленько порежь. Вот три веточки петрушки. И сколько же укропа. Ребята, они баклажаны. Помните, мы сначала их запекали в духовке? Оставили две штуки. Сейчас я даю тебе баклажанчик. Ты нарезаешь, кладешь блендер. И смягчаем, желательно не сильно кашеобразно, а чуть-чуть. Такое, чтобы было. Чувствовалась текстура баклажана. Достаточно. Доброе. Жень, а ты возьми большую миску, отправь крошки туда. Доброе. А с зеленью что делать? Туда же будем постепенно складывать весь фарш. Соединяем это все нашим крошкам. Так, а ну-ка. Мы твои. Добавляем овощи. А теперь сюда нам нужно одна чайная ложка орегано. И по пол чайной ложки соли и молотого черного перца. И чтобы фарш не расползался, добавим два желтка. Хорошо все ложкой перемешиваем. Отлично. Ммм, пахнет начи котлеты. Сюда еще нам придется добавить две столовые ложки манки. Мы сейчас поставим разогреваться сковороду. Наливаем сюда две столовые ложки подсолнечное масло. И пока у нас масло разогревается, мы с вами панируем котлеты. Берем одну мисочку. Добро. Доливаем холодную воду, чтобы исполаскивать ладошку. Руки, да. Чтобы у нас не прилипало. А это с нами? Да, котлеты, чтобы не прилипались в нашей сковороде. И панируем в панировочных сухарях. Так, ребята, теперь приступаем к формированию котлет. Берем мифарш, просто панируем в сухарях, берем нож, прижимаем лезвие ножа к котлету толщиной до двух сантиметров. И придерживаясь ладошкой, мы выравниваем каждый край. Робимо котлеты. Так, вот так я делаю, да? Супер. Да вы что, какая красота получилась. С первого раза. Где-то мы сформировали, можем жарить. Выкладываем их на сковородку. Бери и аккуратно пускай их туда. Жартую. Выкладываем пальцы, я думаю, по пять штук. И обжариваем их до золотой корочки. Я думаю, это будет буквально пять минут из каждой стороны. Женечка, а ты посели, пожалуйста, тарелочку эту полотенцем. Доброе. Скажи, пожалуйста, а какие тебе отношения здесь с рукой? У нас отличные отношения. А когда-то конфликты были у вас? Ну, конфликты это может быть только... Прошу прощения, перебью. Можешь сейчас перевернуться, но и заодно рассказывать. Мне очень внимательно слушаю. Конфликты, может быть, там... Единственное, что касается, это ребенка. Потому что я очень такая мама. Ну, я думаю, что молодые мамочки, они все такие. Мы знаем лучше всех. А бабушки считают, что они знают лучше всех. Но на самом деле, правда в том, что мама лучше знает своего ребенка. И лучше, чем маму, никто не может чувствовать и знать. Я, например, не разрешала там какое-то время давать банан. Потому что наш педиатр сказал не давать банан. И когда я заходила, видела, как она кормит бананом, то, конечно же, это был маленький такой конфликтичек. Маленький. Бери лопату и выкладываю себе на салфетку. Я смотрю, уже достаточно порумянулись. Красота. Точно так же обжариваем остальные котлеты. Давайте уже пробовать. Так, эпический момент. Это котлета. Это чудо. Мать, пряние баклажаны. Сука, вот эта цемулька, томаты. Для нее здесь баклажаны, это котлета. Это нереально. Вправденье. Боже, как это вкусно. Ешь свое. Я думаю, это еще не все. Я приготовлю для вас самых крутых, фантастически вкусных блюд, которые являются шедеврой моей кулинарной коллекции. Вы действительно готовы узнать этих четыре невероятных рецепта? Да! Ты шо? Шуток, я испугалась. На меня полетели эти штуки. Да, нет, ничего. Я надеюсь, возможно, Надя... Надя тебя убьет. Слушай, ты шо? Ну не страшно. Может, она не пометит? Я не хотел... Это, как говорится, ребята, разбился зло. То есть мы с вами перед Данилем зло. Зло? Все, да. Это зло разрушит. Надя меня убьет. Ну что, склеивать теперь будешь? На. Мы Надю не скажем, правильно? Да склеивать надо. Надя звонит. Я не буду ничего сказать. Да, говори. Не, будь ласка, поспилкуйтесь, я не буду. Говори, 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 что ты разбил ее любимую тарелку. Привет, Надюш. Привет, Надя. Привет. Привет. Ну, как вы там, без меня? Ну, как тебе сказать? Там, знаешь, там, по мелочам. Все было добре. Все было, все добре. Как там Женя поводится? Чи кухня наразнец без меня? Ну, мы же за ним приглядываем. Он себя ведет нормально. Скажи, а тебе тоже треба была та біла-біла тарелочка? Тарелка моей бабуси, такая беленькая. Все добре. Я все нормально. Не, не, случайно упал. Как впало? Все добре, все добре, не переживай. Сколько вкусного. Мы тебя ждем. Давай, же скорей к нам приезжай. Як только сможем, вы летали. Пока. Бувай. Давай. Пока. Ну и? Ну и что? А она будет читать. Не пропустите. Завтра рівно о девятій. Дивіться вже завтра. Продовження рейтингу неймовірних страв зі звичайних баклажанів. На вас чекають справжнє кавказське сациві. Перлина грецької кухні – мусака з баклажанів. Пряно-солодкий пирог з баклажанами у хрумкому тісті. І, звичайно, королева баклажанових вихідних – страва свято. Страва переможець. Страва, що посіла перше місце нашого баклажанного рейтингу. Не пропустіть. Завтра рівно о девятій. А рецепти сьогоднішньої смакоти – дивіться на нашому сайті.